О контрацептивных пластырях. Противозачаточный пластырь является одним из новейших способов контрацепции. Это гормональный препарат. Он действует путем проникновения лекарств через кожу в кровоток, через поры в кожу в кровоток. Идеально подходит для женщин, которые не переносят оральные контрацептивы. Он не только защищает от нежелательной беременности, но и восстанавливает гормональный фон женского организма. По своей сути, контрацептивный пластырь аналогичен противозачаточным таблеткам, которые клеятся на кожу и через поры в коже проникают в организм. Пластырь воздействует на женский организм таким образом, что яйцеклетка оказывается неспособной быть оплодотворена. То есть воздействует на гипофиз, который тормозит выработку гормонов ЛГФСГ, лютонизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, вследствие чего не растет и не развивается яйцеклетка. Кроме того, цервикальная слизь изменяет свои свойства. Она становится более густой и вязкой, что препятствует проникновению сперматозоидов в полу сматки. И также изменяется эндометрий. Он становится более тонким и атрофичным, вследствие чего даже каким-то невероятным образом оплодотворенная яйцеклетка не может имплантироваться. Как пользоваться противозачаточными пластырями? Первый день цикла считается первый день использования пластыря. Как правило, в упаковке их три. Они последовательно сменяют друг друга через каждые семь дней. Затем идет семидневный перерыв. Противопоказания для использования пластыря можно разделить на две группы. Первая группа включает в себя существующую и предполагаемую беременность, лактацию, возраст женщины старше 35 лет, ожирение. В частности, для использования пластыря евро критерий веса 90 кг. При большем весе его использовать нельзя. Вторая группа – это соматические заболевания. Тромбоз в настоящее время, тромбоз в анамнезе, наследственная предосположенность к тромбозу. Это инсульты в анамнезе, инфаркты миокарда, нарушение мозгового кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии. Это гипертоническая болезнь в стадии декомпенсации заболевания желудочно-кишечного тракта, почек, печени в стадии декомпенсации сахарный диабет. Ну, это онкология, естественно, матки молочной железы. Иногда в первый цикл использования пластыря может наблюдаться межменструальные кровяные выделения, что бывает очень редко и со временем проходит. Наиболее известный и часто применяемый из контрацептивных пластырей, это пластырь под названием Евро. Он содержит гормональную систему, этимилэстрадиол, эстрогенный компонент, и норалгистрамин, это гистогенный компонент. Его можно наклеивать на кожу различных зон тела, наружную поверхность верхней трети плеча, верхние отделы передней поверхности грудной клетки, но не на молочные железы, на ягодичную область, нижние отделы живота. Очередная фиксация, то есть следующая, через 7 дней, должна осуществляться уже на другом участке кожи. Следует избегать использования тесного белья и применения лосьона, кремов в этой зоне. При расположении противозачаточной системы в области живота всасывание контрацептивных препаратов снижается на 20%. Тем не менее, их среднее содержание в крови все же достигает пределов необходимой нормы. Пластырь необходимо наклеивать один раз в неделю на 7 дней на протяжении 3 недель каждого цикла. Четвертая неделя пропускается, четвертая неделя отдых. Преимущества и недостатки пластыря евро и в том числе контрацептивных пластырей. Контрацептивный пластырь евро имеет 3 слоя. Через них стероидные гормоны равномерно проникают в кожу, оттуда в кровеносные капилляры. Устойчивая концентрация гормона достигается через 48 часов и сохраняется на протяжении 7 дней на постоянном уровне. При приеме таблетированных оральных контрацептивов внутрь они всасываются из кишечника в кровь и попадают в печень. Таким образом, первые удары их воздействия приходятся на печень, где посредством печеночных ферментов происходит их активное превращение. И связывание с белками. Контрацептивный пластырь евро, так же как и комбинированные оральные контрацептивы, содержат эстрогенные и гистогенные компоненты. Однако действующие компоненты на кожной противозачаточной системе, в отличие от оральных контрацептивов, попадают сразу в кровоток. Они не проходят через желудочно-кишечный тракт и минуют этапы метаболизма в печени. Кроме того, при применении женщинами противозачаточных пластырей, в том числе пластыря евро, женщинами, у которых отсутствуют патологические изменения в печени и желчеводящей системе, они почти не оказывают абсолютно никакого негативного влияния на печеночные клетки и на их ферментативную активность. Кроме того, уровни содержания норалгистрамина и тенил эстрадиола в крови сохраняются в пределах средних предусмотренных значений на протяжении всей недели. Нет колебаний в течение суток или недели, в период которого наклеивается очередной пластырь. Даже при случайной задержке очередной смены пластырей, например, в начале второй или третьей недели, действие контрацептивное сохраняется и не требуется дополнительная контрацепция. Однако следует иметь в виду, что при наличии у женщины кожных заболеваний или аллергических заболеваний, возможно их обострение, а также снижение скорости всасывания в кровь действующих веществ. Поэтому условием применения лейкопластыря, необходимым условием, лейкопластырь должен приклеиваться на участок кожи. Во-первых, он должен быть чистый, без использования кремов, лосьонов и бальзамов. И во-вторых, там не должно быть никаких травм и драматологических, патологических проявлений. Кроме того, противозачаточное эффективное средство снижается при массе тела более 90 кг. Поэтому задержка месячных у женщины при использовании контрацептивного пластыря с весом более 90 кг вполне может быть связана с беременностью. Процент таких случаев достигает до 3. Но обобщенными анализами нескольких исследований было установлено, что нежелательная беременность из-за неэффективности пластыря, не учитывая, что масса тела 90 кг и более, при средней статистической массе тела составляет около 0,6%. Эти показатели полностью сопоставимы с таковыми при применении оральных контрацептивов. Кроме того, фертильная способность восстанавливается, если будет планироваться беременность, через 1 до 3 месяцев после прекращения применения пластыря евро. Очень важно учитывать, что материал обладает высокими адгезивными свойствами. В результате проведенного тестирования было установлено, что в жарких и влажных странах, климатических условиях, где высокая влажность, при нахождении женщин в бассейне, в сауне, в бане, а также при интенсивных занятиях спортом, пластырь не отклеивается. В то же время замечено, что достаточно высокая степень ненадежности и пластырь отклеивается очень часто у подростков. Некоторые женщины отмечают такие незначительные или малозначительные побочные эффекты, как неприятные болезненные симптомы при удалении пластыря, воздражение кожных покровов редко, но и недостаточная эстетичность. В соответствии с критериями ВУЗ, в отношении медицинской приемлемости и согласно с инструкциями по использованию пластыря евро, он обладает значительно меньшим числом противопоказаний по сравнению с комбинированными оральными контрацептивами. А имеющиеся противопоказания у тех и других одинаковы, кроме двух, которые характерны только для контрацептивного пластыря. А это наличие у женщины дерматологических заболеваний и вес женщины, превышающий 90 кг. Ну и другие противопоказания общие с противопоказаниями при применении оральных контрацептивов, это тромбоэмболия в анамнезе, тромбоэмболия в настоящий период, наследственная предисположенность к тромбоэмболическим проявлениям, это мигрень в выраженной степени, это декомпенсация сахарного диабета, это заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек в стадии декомпенсации, это онкологические процессы в матке и яичниках. Таким образом, основными достоинствами метода трансдермальной доставки в организм противозачаточных средств являются неинвазивность, простота, удобство использования, очень низкий процент побочных эффектов, отсутствие пиковых суточных колебаний гормонов в организме, отсутствие негативных эффектов, связанных с первичным прохождением препарата через систему пищеварения и печень, отсутствие условий для нарушения схемы применения, очень низкий процент побочных эффектов.